МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Субботний эфир телеканала ННТ продолжит новости. И коротко о главных темах сегодня. 5 миллионов за освобождение. Полицейские задержали злоумышленников, причастных к похищению мужчины. 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Герои трагической эпохи в наши дни. Похитили человека на его же автомобиле. Столичные полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины. По данным следствия, четверо преступников увезли жертву за город и требовали у родственников выкуп в сумме 5 миллионов рублей за освобождение. Подробнее в сюжете по тематам Ханаповой. Я выезжал на работу со своего двора. Когда залезал на машину, ко мне поцелили трое мне незнакомых мужчин. Они с двух сторон начали бить меня. Прямо на улице в центре города к мужчине подошли неизвестные. Угрожая оружием, затолкнули в собственный же автомобиль. Увезли за город, где начали наносить пострадавшему увечья. Они начали меня бить вдвоем, ножом, короче, и потом завязали руки и ноги на пол. Двухсотки положили на пол и начали ногами пинать по голове. За освобождение преступники начали требовать выкуп по снословную сумму в размере 5 миллионов рублей. Мужчине оставалось только согласиться. От него же поступали звонки телефонные от потерпевшего самого же в адрес родственников. И с просьбой найти определенную денежную сумму для того, чтобы решить какие-то проблемы. Саму сущность проблемы не высказывался. Явно по голосу родственники поняли, что идет вымогательство, так как не имея никаких долговых иных обязательств перед кем-либо, он просто просил найти срочно. Во время придачи части денег двое из похитителей были задержаны. Ими оказались жители столицы. Один из них ранее судим за грабеж. Мы посадили его в машину и вывезли за город. Я в этом не участвовал, я остался в городе. Я должен был деньги привезти. Какие деньги? Которые мне дадут машину, я должен был деньги привезти. Вы считаете, куда вы вывезли? В сторону Навалако, туда куда-то, тачат поселок. Задержали вас где? Меня дома. Вы свою войну признаете? Да. В похищении подозреваются еще двое молодых людей. Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по их задержанию. В настоящее время проводится комплекс действий, направленный на закрепление доказательствами подозреваемых. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию еще двух соучастников данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В эти дни в России вспоминают, наверное, самую трагическую страницу в истории Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. 75 лет назад вражеское кольцо, душившее город 2,5 года, было окончательно прорвано. 27 января 1944 года блокада Ленинграда, продолжавшаяся долгие 872 дня и унесшая жизни полутора миллионов человек, была полностью снята. Участников тех страшных событий навестила министр труда и социального развития республики Изумруд Мугудинова. Подробности у наших корреспондентов. Одной из жительниц, кому пришлось испытать на себе все тяготы тех ужасных событий, стала семилетняя девочка Галина. В этом году Галине Владимировне исполнится 85 лет. В те годы она была совсем ребёнком, но боли и страдания заставили её быстро позрослеть. После окончания войны она всюду ездила вместе с отцом, которого по долгу службы направляли в различные регионы. Они успели пожить в Финляндии, Германии и Грузии, но конечным пунктом семьи стал Дагестан, который впечатлил их красотой, теплом и обилием фруктов. Вышла замуж за дагестанца и проработала учителем 30 лет. Родители здесь, и потом нам очень тут понравилось. Я даже так писала. Вся наша семья влюбилась в этот красивый край, где море у ног наших билось, где фрукты хоть отбавляй, где люди тепло улыбались, как будто бы знают тебя. Ленинград – осаждённый город, в котором вымирали целыми семьями. Так было и с семьёй Марины Бесаловой. Ей было всего четыре года, когда для всего Ленинграда наступили эти страшные 900 дней. Семья состояла из мамы и бабушки. Больше никого. Отца забрали на финско-советскую войну, когда девочка была ещё совсем крохой. Но самые близкие люди Марины Владимировны так и не дождались освобождения Ленинграда и конца войны. Она помнит, когда от голода умерла мама, а потом и бабушка. В школу ходили дети, тоже идут в школу, по дороге могут умереть. Или даже за партой сидя могут умереть. Вот, а кормили, там готовили до всех. Очень редкий такой суп готовили, а там одна только вода, две или три лесинки там могут плавать. Несмотря на все испытания, которые выпали на её долю, в то тяжёлое время она сохранила веру в добро и любовь к жизни. А ещё она, как и много лет назад, прекрасно поёт. Ночь морозная тропинки замела, по которой, по которой мы с тобой, любимый, рядышком прошли. Делегация Минтруда вручила блокадницам благодарственные письма от имени главы республики и ценные подарки. Это люди, которые проявили невероятный человеческий дух, мужество, стойкость и пожелать им крепкого здоровья и качественного долголетия. Конечно, очень важно наше внимание к этим людям. Я думаю, что это наша задача, не только нашего министерства и города Махачкалы и других территорий. Все они пережили в блокадном городе мучительный голод, лишение и смерть близких людей. Но, несмотря на это, нашли в себе силы жить и трудиться дальше. Город выстоял, но цена, заплаченная за эту победу, была очень высока. И нынешнее поколение, глядя на этих мужественных людей, должно помнить о том подвиге, который они совершили ради нас. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня в Махачкалинском порту состоялись торжественные мероприятия, посвященные 15-й годовщине со дня присвоения пограничному сторожевому кораблю имени народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Торжественные встречи корабля после очередного похода стали уже доброй традицией. И на этот раз моряков-пограничников встречали со всеми почестями. Подробнее в сюжете Луизы Раджабовой. С именем поэта на боевом посту. Эти доблестные морские пограничники следят не только за порядком на воде, но и за границей Каспийского моря. Их задача – бдительное патрулирование и разведка. В связи с быстрой сменой уровня обеспечения войск, экипаж корабля постоянно совершенствует военные навыки. Неизменным остается одно – присвоенное кораблю имя дагестанского поэта Расула Гамзатова уже 15 лет. Каспийское море вообще-то считается сердитым морем. Они по 3-4 месяца бывают на воде. И мы всегда радуемся, когда они возвращаются в родную гавань и дружим с моряками. Они часто посещают и фонд. Я считаю, что вот такая дружба фонда и корабля очень помогает и в поднятии их боевого духа. И в то же время еще раз популяризируем, пропагандируем имя великого нашего сына, великого горца, патриота, гуманиста Расула Гамзатова. Корабль был заложен и построен на Ярославском судостроительном заводе. Впервые спущен на воду 15 сентября 1991 года. В том же году, 30 сентября, был поднят военно-морской флаг пограничной службы. Этот день называется «Днем корабля». Все эти годы сотрудники именных подразделений с честью несут боевую вахту, выполняя задачу по охране государственной границы, биологических ресурсов и экономических интересов, создавая препятствия терроризму, наркотрафику и контрабанде. Механец дает команду. Три машины при помощи тумблера. Одним, вторым и третьим тумблером подается команду вниз. Вперед машина, назад машина. Тем самым происходит управление корабля. Отдает ход ему. Своей службы пограничный сторожевик начинал в городе Баку. После распада СССР его направили в город Астрахань. И вот теперь экипаж корабля выполняет задачи пограничной деятельности у нас, в Республике Дагестан. В 2006 году корабль участвовал в учениях Каспии, где был признан лучшим артиллерийским кораблем по показателю. Корабль 1991 года постройки является самым старым в пограничных войсках, пограничных органах кораблем данного проекта ходовым. который еще состоит в компании. И он еще готов нести службу для охраны нашей Родины. Море, наш второй дом. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Дагестанские борцы продолжают победное шествие в Красноярске. Там в эти дни проходит международный турнир Гран-при Иван Ярыгин. Итоги третьего дня соревнований на месте событий подвел мой коллега Курбан Рагимов. Арбитр оценил прием начинок у Лара в 4 балла, но пересмотр эпизода судейским консилиумом показал. Бросок был выполнен после истечения времени. Публика разделилась на два лагеря. Но на ковре уважение превыше всего. Ахмед Чакаев, чемпион Ярыгинского турнира. Я когда посмотрел на табло, там уже доли секунды, секунды, что я сказал. И как я думал, за ковер выйти, судья бал даст, все равно по двухбалльным действиям я выиграю сфатом. Ну, в общем, я недовольен тем, что я последние секунды расслабился. То есть дал поводу, да? Дал поводу, да. Вы видели, судя, как посмотрел в начале, дали ему баллы. Четвертое золото гран-при сборной Дагестана принес Ахмед Гаджимагомеда в финале. Хасавиртовец взял реванш у земляка Магомеда Рамазанова. Очень тяжелая сходка была. Устал сильно. Соперника знаю. В одном зале тренировался, и друг друга знаем. Когда мы друг друга знаем, каждый раз на сборах, везде. Чуть-то тяжело бояться с вами. Кто кого поймает. Третий день Ярыгинского стал неудачным для олимпийских чемпионов. Кайл Снайдер уступил Расулу Магомедову, неожиданное поражение которого в следующем круге лишило американца шансов даже на бронзу. Турак Тахаагюль в финале был остановлен Анзором Хизреевым. Сегодня на турнире также определились финалисты последнего дня. Дагестанскую команду в своих весах представят Даурен Куруглиев и Шамиль Мусаев. Они оба уверенно прошли предварительную стадию. А еще одну медаль высшей пробы сборной республики ждет от Магомеда Курбанова. В его категории борьба идет по круговой системе. Хасавиртовец при трех победах является главным фаворитом в борьбе за золото. Финалы заключительного дня начнутся после 10 часов по московскому времени. Курбан Рагимов, Магмед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Это была вся информация на сегодня. Всего доброго и до свидания.